люди уважаемые пациенты реально люди в народ те герои те кто там были настоящие герои я хочу попросить прощения за то что реально мы изо всех наших коллег мы действительно старались как могли но мы не могли помочь всем у нас просто мы могли помочь всем я хочу попросить прощения реально за все чтобы никто не держал на нас зла потому что я когда приехал в этот день народный человек там говорил вот врачи там даже не осмотрели у нас просто не было возможности да там был человек возможно на нас озлоблены мы по-другому не могли потому что надо было помочь хоть кому-то я видел кровь и и даже не стеснялись убрать оттуда но как правило все психологические травмы сочетались с тяжкими телесными повреждениями сверху до не смогу пойти это было ли побиты глаза просто заплывшие которых не было видно даже зрачков то есть я когда описывал одного из пациентов я не мог даже ну описать то есть сравнить величину зрачков потому что просто одного глаза не было заплыл дальше спускаемся чуть ниже был человеку которого просто был раздроблен позвонок практически то есть там была просто какая-то щель и дикая боль у того человека было были люди с огромными гематомами на спине такое ощущение как будто дубинками хотели выгравливать какие-то символы там как молнии или какие-то одну были просто травмы живота так ощущение как вот там просто внутри месиво синяки были не такие как знаете там обычные знаете там ударил руку и все там были просто черные огромные пятна на почти на все тело там многих людей просто не досчитывали зубы то есть их просто били в общем людей делили там на четыре группы так называемые их метели метели прямо по лицу баллончиками с краской ну как граффити рисуют значит красный желтый черный и ну без без цветов каждый маркер обозначал ну не маркера цвет этого оболочка обозначал ну я так понимаю что он сотворил скажем так типа преступная вот так сильно он ставил свой голос который у него украли и от этого зависело как его как он будет проходить так называемый коридор это как я понял желтые метки эти люди могли покинуть окрестина и у них были меньшие травмы чем людей которые будут красные метки а те черные метки сразу было видно даже тем бригадам их просто не отдавали они что-то с ними делали наверно обезболивали или еще что-то там и все и они оставались на кресте на а потом произошел момент когда приехали автозаки и всех кого скоро посчитала вместе с этим фельдшером опять-таки врачи шли против воли что они могут продержаться и загрузили в автозаки вот эти вот серые и они ехали уже как я понимаю на жодину наверно этого я не знаю мы пытались помочь пациентам сразу же предлагали родственникам наши машины спасибо людям волонтерам которые набивали их едой их не кормили многие говорили по двое суток без воды без питья и они просто даже не могли есть они не понимали то есть они не сели две печеньки и не понимали что ну вот так вот может быть один из пациентов просил даже не звонить своим близким хотел чтобы выложили чтобы увидели сначала хотя бы в списках что он вышел потому что боялся что например у его матери случится нервный срыв инфаркт то есть он сказал доктор я не буду брать телефон я не буду звонить потому что я боюсь за своих близких людей просто их пытались найти но никто ну то есть вот реально ты и проезжаешь и выезжаешь с этого крестина ты не можешь там остановиться сказать потому что это ну нельзя ты кидаешь там бумажку либо люди на лету бегут за скорой и спрашивают кого вы на этот раз вывозите и и ты ну или кричишь или передаешь бумажку мы пытались заранее ну как бы написать по-быстрому пока нас ну там осматривали машину чтобы мы еще лишнего никого не забрали и ну там еще была процедура возвращение видеорегистратора нас смотрели чтобы не было ни телефонов ни камер и за это время ну ты успевал то есть как-то что-то сделать бсмп врачи когда приезжали они не видят никогда врач такой возрасте он не видел такого ужаса который мы привозили я думаю типа боже откуда это и сколько вы еще привезете они говорили везите всех кого можете насколько это возможно мы все понимаем что они ну реально люди все которые мы привозили они нуждались ну то есть просто довольно экстренной помощи там мы были многочисленные сочетанные как правило то есть не было изолированных травм то есть например просто перелом руки они били били почем могли до куда дотянется дубинки пациенты рассказывали что дубинки даже были у них разные одни как ну типа как электрошокки типа горячие такие как ожоги были на ногах на руках одни были такие как вот знаете ну таки резиновые как гнуться чтобы как нам рассказали пациенты чтобы они так и говорили чтоб лучше к телу березовая лозинка была вот вам березовая каша вам правда березовая каша это слишком просто ну типа заслуживаете большего наказания то есть люди передавали прокладки вот пока их не было пока ну был вообще какой-то жесткий тотальный режим им просто банально говорили и вот девушку которому возили она говорила мне просто все было испачканно в крови хотя вроде бы как мне было таких вот именно ран именно в той области я спросил просто спросил надо же было мне там описать это все спросила откуда почему столько крови им сказали что им даже не пациентка ответила что даже не выпускали в туалет по женским делам сказали вытирать подтираться своими собственными вещами которые были у них одеты там не все были такие сами тюремщики они были нормальными довольно людьми и когда мы привозили например девушкам там банальной прокладки были там бригады которые ну там стояли можно было передать вот или же можно было просто напрямую этим тюремщиком дать но только чтобы рядом не было омона либо как мы еще и вторых как мы их называем тихари как и бешники самые страшные люди которые там были они наследили за тем чтобы другие исполняли качественный приказ чтобы он бил жестко а тюремщики не прививали милосердия как только они уходили ямон куда-то пропадал ну и начиналась какая-то такая вот ну фаза такого небольшого ну затишье люди реально на нас смотрели как на пытались найти что мы человечные потому что не все были такие милосердные потому что с рассказов пациентов была там одна женщина ее имя уже все знают фельдшер из окрестина которая творила ужасные вещи людей тяжелых она просто вытягивала из машины и говорил что они никуда не поедут они должны получить по заслугам это реально говорили пациенты стояла рядом с фельдшер же другая скажем так ну хорошее но она реально по крайней мере когда не было рядом ну омона либо вот этих вот кбшников она пыталась то подсказать не подсказать ну это ну что мы вместе с не осматривали и понимали то есть можно ли или нельзя вот и другие которые бригады подъезжали смотрели вот и нам когда передавали эта женщина говорила вот насколько тяжелые и сможет ли она их там содержать реально понимала сможет ли она их ну дальше скажем так сутки протянут они в камере или нет он он бил людей конкретно монность творил эти все зверства я не понимаю что он вообще забыл на окрестина вообще не понимаю почему почему это не это не люди это какие-то животные это просто рассказывали что они ложили щит на людей и били по щиту сначала чтобы ушах звенела а потом били по головам по ребрам по ногам они не стеснялись никого а когда особенно стояли вот эти вот так называемые кгбшники и так называемым кгбшники они я так понимаю сбили как будто выслужиться хотели еще с более какой-то силой ожесточенной честно в глазах камерщиков тюремщиков ну они у них не было маски были но в глазах читалось вот это вот даже у тюремщиков они наверное не видели такой жестокости за все свое время были были бригады и которые пытались сразу как-то всех на как-то скажем так передать еду сразу так вот потому что люди были голодные это было видно они не были сухие губы они постоянно потом знаете есть такой жажда сильная не сразу пытались как-то напоить или еще что-то как-то помочь и было сказано омоном что сильно сильно милосердное а когда они узнали что они практически вообще всех которых осматривали вывозили они просто их выгнали сказали что нам такая скоро не нужно врачи шли против воли они они делали все чтобы можно было узнаете как спасти хоть кого-то чем вообще оставить всех все все люди забирались критическим состоянием потому что если пытаться забрать человека который не здесь не критическим остался бы в оклести на человек который мы реально нужна была помощь к сожалению так и получалось что надо было оставлять человека который он менее битый чтобы он стал еще более битым кто кто им дал право кто нам когда не получается нас толкали на преступление всех нас кто туда приезжал пока не на преступление чтобы вывозить до тяжелых надо иначе они могли бы наверно там и не протянуть они иногда даже не омона тюремщики боялись что ну люди этот фельдшер боялась что люди могут не протянуть до завтра поэтому у людей которые скажем так с менее тяжкими телесными их просто оставляли называемые на добивание наверное их сразу упаковали и грузили в автозаке таких кого-то вывозили кого-то дальше пихали по камеру наверно уводили в центр или оставляли во дворе лицом в стену и держа за головой руки либо наоборот ставили на колени чтобы они стояли многие не могли говорить ну по крайней мере тяжелых которые мы забирали люди глазами просили чтобы их оттуда забрали в глазах читался просто полный ужас я хотел бы просто чтобы закончился этот зверский режим и чтобы такого как истина больше никогда не повторялось как истина как истина как истина как истина как истина как истина